Был удар по штабу Черноморского флота. Кроме этого, мы знаем, что был прилет по воинской части в Бахчисарае, удар до этого по аэродрому Саки, а до этого были удары по десантным кораблям. Как вы считаете, не пора ли оккупантам собирать чемоданы? Ну, значит, смотрите, во-первых, надо начать, конечно, последовательность событий не с этого момента. То есть, конечно, ударов по Крыму наносится много, и не все из них ведут непосредственно к Крымскому мосту, но главная, основная вещь, которую можно видеть, это то, что ВСУ последовательно подбирается к Крымскому мосту. Причем, ну, это действительно очень впечатляющая операция, которая, учитывая размах, с которым она происходит, ну, конечно, просто действительно войдет в аналог истории. Я напомню, что все началось, если я не ошибаюсь, как раз в День независимости Украины, когда был десант и когда, с одной стороны, вынесли, я, по-моему, путаю, это не совсем День независимости, но около рядом этого времени, когда был десант и одновременно вынесли часть российских систем ПВО, это были С-300 или С-400, причем это были ракеты, запущенные с лодок, причем после этого высадился десант, и он еще забрал какую-то документацию. После этого был рейд на вышке Бойко, который, естественно, никакого газа давно не добывают и в ближайшее время добывать не будут, но там располагался пункт радиолокационный, который прикрывал это просто все побережья Крыма. Там была рота спецназа, его защищающая, соответственно, вышки были захвачены, пункт был уничтожен, там тоже была взята документация, и что меня, конечно, совершенно поражает, что несмотря вот из этих двух документов было ясно, где чего находится, через некоторое время последовал, опять же, ракетный удар по С-400, причем это была типичная ситуация, это была перегрузка обороны всеми видами С-200, бобры летали, и в конце концов их вынесли именно Нептунами, и более того, насколько я знаю, там силы специальных операций, которые там находились, они подсвечивали это дело. Собственно, так же, как они подсвечивали лодку, которая стояла на заводе, почему лодка на заводе пострадала? Ну, потому что на заводе она не может плавать, и, соответственно, она является достаточно уязвимой мишенью. Значит, смотрите, совершенно, то есть цель такая, ну, помимо всего остального, штаб, это все понятно, почему происходят удары по штабу, потому что происходят удары по различным центрам, которые, обратите внимание, очень мало, как ни странно, и понятно, почему происходят удары по складам, потому что мы об этом уже говорили, что российская система снабжения сейчас рассредоточена, точно так же, как и украинская, что вот те дни, когда Хаймерс выносил гигантский склад, они просто минули, потому что уроки усвоены. Но есть какие-то вещи, которые нельзя рассредоточить, это, во-первых, система ПВО, во-вторых, мосты, в-третьих, штабы, соответственно, вот по ним приходятся удары. Но самая главная цель, это понятно, это Крымский мост, причем, обратите внимание, что когда его вынесут, если его вынесут, но, скорее всего, когда его вынесут, то будет то же самое. Сначала будут вычислять, где расположено ПВО, собственно, те атаки, которые мы видели на Крымский мост, и которые там Россия заявляла, что отбили атаки. Это как раз атаки, которые должны вычислить, где находится ПВО. Потом перегрузка, перенасыщение системы ПВО. Saturation, я все пытаюсь перевести на русский язык. Перенасыщение системы ПВО различными вещами, которые никогда на самом деле мосту много чего не причинят, как те же самые бобры или С-200, которые никогда не попадут. Но непонятно, что это такое. Он летит, значит, его надо сбивать. Соответственно, вычисление, где эта система ПВО находится, вынос системы ПВО и дальше вынос моста. Я также обращаю ваше внимание, что сомнить, то есть теоретически это можно, наверное, сделать уже сейчас. Но дальше вступает, насколько я понимаю, следующее соображение, что если носить Крымский мост сейчас, то, соответственно, единственным путем снабжения российской армии является ТАКМАК. Ну, то есть все, что идет через ТАКМАК, как железнодорожный узел, все, что идет через Южный коридор. Это может привести к тому, что российская армия просто упрется в коридоре, любой ценой будет его отстаивать и захватывать. То есть я, конечно, не знаю как, но вот от экспертов я слыхала, что не имеет смысла выносить Крымский мост раньше, чем не будут взят или перерезан или окружен ТАКМАК. А пока этого не наблюдается, потому что там бои пока идут очень серьезные, и украинские войска, в принципе, не выходят из-под зонтика, который предоставляет им их собственная артиллерия. Юля, а что в Кремле? Вот я нашла реакцию Шойгу. Он говорит, что если будут... У них есть информация о том, что будут нанесены удары по территории Российской Федерации, в частности, Украины, он говорит, в частности, по Крыму, и тогда это будет означать автоматическое втягивание войну в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. И он говорит, тогда последуют удары по центрам принятия решений. То есть это как последний аргумент? И могут ли это начаться вот именно такого рода удары? Слушайте, ну это уже... Это последний аргумент? Нет, это уже год назад. Это все время Путин и российские пропагандисты говорили, что если вы ударите по Крыму, то, значит, возмездие неминуемо нашим сетям будет страшным. Насколько я понимаю, есть только один человек, который этому поддался, бедный Илон Маск. Я прошу не судить его тяжело, потому что мне очень неприятно тот хейт, который он подвергается за это решение, потому что я напоминаю, что единственное, что сделал Илон Маск, он даже не выключил свой Старлинг. Он его не включил, потому что Старлинг над Крымом бездействовал, потому что это была просьба и американских, и украинских властей. Потом была атака дронов украинских в Крыму. Его попросили включить Старлинг, его попросили, заметим, не американские власти, его попросили украинские власти. Но, строго говоря, надо было, может быть, через, опять же, американских военных передать эту просьбу, если бы они ее передали Маску. Это же тоже всесчестный вопрос. И мне очень неприятно, что Маск за это подвергается хейту, потому что, на самом деле, без Старлинга Украине было бы воевать чрезвычайно сложно. И получается, что человек, который очень много сделал для Украины и просто невероятно сделал, и просто без него ситуация была бы все равно другая, подвергается хейту за то, что он сделал, типа, слишком мало. Это нехорошо. Хотя, действительно, можно совершенно честно сказать, что в данном случае Маск реально по лжи от разводки, потому что ему сказал, видимо, то ли российский посол, то ли сам Путин, что вот если ударить по Крыму, то и напоминаю, что в конце концов вот на этих дронах все-таки свет клином не сошелся, потому что дроны потом украинские ходили в атаку, а как-то можно другими способами это сделать без Старлинга. Старлинг сейчас над Крымом передан в ведение американских военных. То есть, в общем, это не такая проблема, что, значит, это была возможность раз в жизни и больше никогда, и Маска ее нарушила. Хотя, еще раз повторяю, от того, что он, конечно, был, ну, мягко говоря, введен в заблуждение, но мы Маска ценим не за это. Да, так вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, что, значит, мы же помним еще год назад, когда американцы запрещали Украине наносить удары по территории России, потом заметим, что сейчас куда-то это запрещение куда-то делось, но при этом Крым никогда не рассматривался как территорией России, потому что юридически он является территорией Украины. Поэтому в этом смысле стратегия ВСО, она была всегда какая? Она была не обращать внимание на предупреждения союзников, а показать, что это делать можно и что за это ничего не будет. Ну вот, собственно, поэтому наносились удары и по Крыму, и давно наносится, и по Крымскому мосту. Юлия, а сколько вы даете жить Крымскому мосту еще? Да, взятие так мака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова